Всем привет! Привет! О, Господи! Ах, чуть не заплакала сейчас. У нас сегодня 29 августа, у нас сегодня понедельник, и мы поехали встречать детей со школы, а дети идут сами домой. О, мы опоздали так на минутку. Мы опоздали, да, мы родители еще те, опоздали на минуточку, и наши дети говорят, родители, бай-бай, мы идем домой пешком. И я говорю, все, нас дети бросили. Сегодня один позвонил и сказал, что у меня, говорит, друга, ну, ладно, там, они в одной школе учатся, и у них какой-то там совместный клуб, в общем. Короче говоря, ему родители купили машину. И он, говорит, меня пригласил, видимо, отвечать, не знаю, что. В общем, короче говоря, один, я, говорит, не приду, потому что машину там подарили. Моему однокласснику. И эти мелкие вообще пешком. Вот трое впереди идут, потому что мы так контролируем. Старшие, ладно, понятно. И уже так думаю, Артем, я говорю, все, скоро мои дни останутся. А как же, а как же вообще, я даже не представляю этого. То есть, когда у тебя столько детей, и они маленькие, и вроде бы маленькие-маленькие, какой-то момент, могу сказать тебе. Для нас так дико, для нас вообще всегда стресс, если мы не успеем встретить с автобусом детей. И у нас был такой случай. Один раз, ну, учителя там виноваты. Это было еще, когда мы жили в Паунг-Харборе. Мы приезжаем в школу, стоим. Ну, дети должны были на машину отдать, консерву. Соответственно, мы отстаиваем это в очереди. Доходят до того, что, ну, мы пришли, подъехали, а детей нету. И нам учитель говорит, а они уехали. Как они уехали? Они же должны быть на машине. Мы их поехали забирать. А они уехали на автобусе. Вот для нас тут был такой стресс. Почему? Потому что автобус в этот момент должен разгружаться уже в нашем комплексе, высаживать детей. А мы находимся в школе, а там 5 миль еще ехать. То есть мы в лучшем случае приедем. И это было, когда это было? Это было еще и не в 9 лет, а сколько он там был. Ну, первый класс, да. Хоть там по идее, не знаю, некоторые дети пешком до дома добегут. А у нас так они приучены, что, в принципе, дорогу там за ручку переводим и так далее. Самостоятельности нету. Да, и, соответственно, у нас, конечно же, там истерика такая полная. Мы начали всех соседей вызванивать. Слава богу, вот Саша хоть нам помог, он добежал до автобуса, их забрал. Там в итоге все, встретил. То есть, вот нам спасибо, Саша, если ты смотришь. Вот, и для нас это было такое, это, ну, в Америке где-то там мы встречаем детей в одном месте, там дети в другом месте. Я не знаю, почему у нас, ну, Тимофей, ладно, в школе был, а София почему не могла детей встретить? В Софии не было? Где она была, значит, да. В смысле, а как она могла их встретить, если они в другое место поехали? А, все, точно, у нас машина одна. Прикол-то в чем? Мы переехали в Олсмарк, в другой уже городок. Да. Да, автобус увез на старый наш адрес, соответственно, конечно же, София не могла встретить, потому что она находится тоже в пяти милях от этого адреса. А их вообще привезли туда, где мы уже не живем. То есть, пять миль от нашего дома их увезли, высадили. Я в этот момент, значит, звоню Саше, а Саша с Настей, кто знает канал, это вот друзья тоже, Лена и с Вовой, в общем, мы там все вместе в этом комитете, в общем, жили. И я Саше гнала, звоню Саше, говорю, беги, встречай, все, говорю, всех обзвонила там, помимо Саши, еще и Наташу, в общем, все, кто там были. Сашка, молодец, прибежал. Вообще, Сашка, просто огромная благодарность. Я, конечно, тряслась, это был ужас просто, это меня так всю перевернуло. Детей еще не в тот комплекс вывезли. А их двое, они у нас, знаете, как они у нас вот, о, ящерка, и пошли. То есть, они ни мамы, ни папы, никто не нужны. Машина едет, не едет, они прям по дороге, прям под машину, главное ящерицу загнать. То есть, они не смотрят вокруг ничего. Да, то есть, они тут такие у нас дети, у них немножко, как бы, свой такой мир был. И, конечно, постоянно за них переживали. Кто-то звонил. Сегодня газонная поселка работала, все окно нам, все в траве. Вся машина в траве. А вот мои девчонки идут со школой. Побежали дальше. В общем, короче, вот так вот. И, слава богу, конечно, у нас немножко такой сегодня вообще шок с Артемом, потому что дети идут самостоятельно домой, и все нормально. Не надо никого за ручку водить и переживать, оказывается. Все, растут, дети растут. Так, встретили мы Тимофея. Тимофей только что приехал. Я забежала, немножко реснички подкрасила. А то я намазалась ей, не сделала ресницы еще накрасить. Так сказать, освежить свой взгляд. Одной поезднику Тимофея подарили Honda Accord, по-моему. Сейчас поехали довольны. 96-го года, да? Нет. 2006-го. 16-го? Нет, 2006-го он сказал. 16-го? Ну, Тима сказал 6-го. 16-го. Нет, ну она, по-моему, старенькая. Это 6-го. Но выглядит хорошо. Вот. Как салон прокуренный Тима Горикий. Нет, я послышал 6-го 2016-го. Нет, 6-го он сказал, я еще грудился, говорю, 16 лет может, я был. Серьезно, что ли? Час сегодня? Салон прокуренный. Все приехали такие мокрые. Ну, довольные. В кондиционер что-то плохо работает в машине. Черт, я с Тимой говорю, там никого не прибили в машине. Я говорю, да это. Там на Гориное ничего не работает, в общем. Так, наш черный юмор, конечно, с Тимофеем постоянно. Весь мокрый приехал. Сегодня, кстати, мы с ним поедем. В 18.30 у нас будет встреча в школе. День открытых дверей. День открытых дверей. Мы сегодня можем посмотреть, там, 10 классов, по-моему, где посещает Тимофей. Тимофей должен будет быть с нами, он будет нам показывать. Я попробую, поснимаю немножко, постараюсь, потому что с Тимофеем, конечно, делать это не очень просто. Он у меня такой немножко, знаете, иногда хочу сказать, зануда. Не дает просто снимать его. Поэтому я буду... То, что ты его в школу и так далее. И школа с учениками. Вы нарушаете правила. Он такой правильный. Я помню, мы на велике с ним катались, это когда жили в Уолсмаре, по парку. И там была такая... Мы хотели далеко съездить. И там... Ну, не было особо проезда. Ну, вот была замечательная дорога. Но написано, что частная собственность не пересекать. Вот он вот как это... Уперся прямо около этих столбиков. И все, ни в какую. Я уже туда проехал. Он говорит, нет, нельзя. Не положено. Это какой-то срабатывает система какая-то. Да, то есть туда нельзя. Я говорю, да вот мы нам... Там, причем, по-моему, территория, частная собственность. Вот там какой-то маленький участок. Вот его перепрыгнуть. И все. И ты уже там, где нужно. То есть, теоретически... Мы не на частную собственность заходим. Нам просто нужно по ней чуть-чуть перешагнуть. Если очень сильно разбежаться, можно перепрыгнуть через частную собственность. А он уперся, и нет, принципиально. Нельзя, нельзя сюда заходить. Если что, я не с тобой. Все уже там... Ты мне не отец. Сразу же... Расскажусь, и еще сам еще наберет, мне кажется, еще вызовет. Ну, это тот человек, который действительно будет соблюдать все правила, все законы. Но на самом деле дело не в том, что Америка его таким сделал. Он изначально не всегда прикалывался над ним. Он больше всего любил всегда читать инструкции какие-то. Вот. Поэтому у него просто тяга какая-то инструкция. Они, ну, и так, в принципе, слишком все правильные. Но Тимофей очень, какой-нибудь, прям, очень такой правильный весь. И не дай бог, что-то там как-то кому-то неправильно скажешь. Это вот постоянно тебя поправляет, знаете. Вот такой... Наверное, есть кого-то. Чего же говорить, дети наши зеркал. Вот. Причем он столько... Ну, вот тогда, когда он в школу пошел, упрашивали, чтобы он что-нибудь там снял. Как школа внутри, как там уроки приходят. Ну, нам интересно. Нам самим интересно даже не сколько для Ютуба, а сколько для себя. Нет, не положено и так далее. Вот все. Потом мы же посидели школу, ходили. Ну, старшая школа-то вообще прикольная. Причем всем другим положено. Снимают кучу роликов в Ютубе выложено. А вот к Тимофею и не положено. Да. Я говорю, чем тебя там кормят? Ну, с ними хоть покажи. Я говорю, я хочу видеть, что у вас там, что вы там едите. Потому что у девочек в Elementor я могла пойти на завтрак. Бывают такие дни, ты заходишь, ну, до ковида такой было, сто процентов. Вот, смотри, там я ходила в школу, смотрела, что они там едят, что на завтрак дают. День такой открытых дверей делали. Ну, вот, а в старшей школе, ну, как бы, я туда вообще не хожу, не езжу. Очень интересно. Нет, не буду я ничего снимать. В общем, как хотите. Но самое главное сейчас, сейчас вот признаются, что действительно на школе есть невозможно. Курцы говорят ужасное, жесткое. Там давали им что-то в этот раз. И, конечно же, мы делаем свои ланчбоксы. Но в том году я вообще, конечно, иногда ничего не делала. Потому что он в 6 утра уходил. А у меня, видимо, вот этот уровень железа и все прочее. Я вообще не могла утром встать. Мне было так сложно. И, конечно, приготовить с вечера. Там вечером тоже, у меня, Тимофей, давай в школе. Ну, в этом году, видимо, вообще, даже ребенок уже сам ужасно кормит. Поэтому мы стараемся, делаем. Но он даже сам что-то собирает себе. Вот так вот. Сейчас мы подъезжаем к Пабликсу. Идем за молоком. В этот раз у нас молоко на 130 долларов. Нет, не будет. А подождите, он что-то заказал еще поеду молока. В общем, они не могут у нас из молока. Молоко надо. А, крекер он заказал. И яйца. Вот, яйца, крекер. Энимал, эти печеньки, которые. Это в форме животных. Вот, так как вам ему такие нужны печеньюшечки. Идем в Пабликс. Дождик прошелся. Какой мишка здесь. Знаете, мне вот, что в Пабликсе больше всего нравится. Это вот эта вот часть. Потому что здесь, в бейкере, у них очень классные тортики. Можно на день рождения заказать детям. Так, ну что? Молоко, яйца, мороженое. Так, кранч, мороженое, ванилы, оригинал, дарк шоколад. Ну, давайте возьмем, наверное... А, здесь вот двойной шоколад. Двойной шоколад, наверное, возьму. И вот такое оригинальное, простое. Возьмем мороженое на вечер сегодня. Печеньек нет, Тинкиных. Придется брать такие. Ну, это тоже как бы animal, но они покрыты немножко глазурью. Простых нету. Ладно, будем брать. Вот эти вот он не любит, которые я купила. Всякие разные снеки. В Костку большую коробку. Там большая, так сказать, разновидность печенек. Он говорит, не люблю такие. Ну, придется брать этим. Вот еще Лина у меня любит вот эти вещи. Они с сыром идут. White Cheddar Original и Cheddar Jack. Она любит очень тоже Jack. Вот этот вот любимый ее тему. Ладно, потом возьму. Вот такие еще можно детям взять с собой. Это тоже школу я кладу. Попробую. Вон, видите, не молоко. Цельное. Цельное, не молоко. Ты, бери наше молоко. Есть целый галлон. Вон, кстати, GreenWise есть. Цельное. Все, надо же яйца еще взять. Яйца, Артем. Наши есть, большая упаковка. Просто маленькие упаковочки. Вот я вижу. Еще есть, кстати, Organic. Мы тоже как-то брали. Дороже на несколько центов. По разнице. Погода? Одну и хватит, наверное. Вот еще удобно здесь есть. Просто белок продается. Видите, в упаковках. Прикольно делать омлетик. Кто есть только белок. Очень хорошо. Такие рулетики заворачивают. В общем, целую упаковку взял. И не мучаешься. Здесь очень много, кстати, таких вот добавок. Кремер называется. Особенно хорошо это в кофе. С разными вкусами. Есть с карамелькой, есть с кокосом. С чем только нету, пожалуйста. Все эти. Ну, я такие вещи не пью. Люди добавляют. Пьют, наслаждаются. Это вкусно. Раньше это уже пила. Вот старбакс, пожалуйста. Кремер есть. Но я, конечно, не пью такие вещи. Холодный кофе тоже сразу в холодильнике. Я думаю, чтобы не тратить деньги, надо просто сидеть дома и не выходить из него. Потому что в магазин зайдешь и сразу все. Хочется все купить. Ладно, мы сегодня не голодные. Поэтому у нас там максимум молоко, яйца и мороженое, конечно, мы взяли. Но это мы хотели еще вчера в Костку купить. У нас не получилось. Поэтому мы сегодня докупили. Печеньки Тимка заказал. Ну, в общем, вот такую походу у нас и вот. Я все время здесь останавливаюсь около кассы. Всякие журнальчики смотрю. Особенно вот про еду что-нибудь. Королева. Иногда просто прям так хочется взять и полистать. 43 доллара. В этот раз мы в плюсе. Сэкономил, значит, заработал. Да? Здесь такая поговорка. Так, все, едем домой. Сейчас приведу себя в более-менее нормальный вид. Переоденемся и поедем в школу. Посмотрим, что там. Так, а сейчас мы едем домой и увидимся с вами в следующем видео. Все, всем спасибо и пока-пока. Пока.